ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТИНСКИЙ КОММА Иди сюда, что ты там сидишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Я решила снять новый влог, но за один день. Что я имею в виду? Вы проведёте этот день со мной. Мне кажется, такой формат очень удобен и интересен в целом. Мы проведём этот день вместе, будем заниматься нашими буднями, текущими делами. Вечером я поеду на тренировку первый раз, пойду на такого вида тренировку. Вот, сейчас у нас завтрак, потом мы идём на прогулку. Всё как обычно, но хочу вас взять с собой. Конечно, расскажу и про книги, и есть что рассказать из уходовых штук. То, что мне очень понравилось за последнее время. Так что оставайтесь со мной и поехали! На завтрак у меня сегодня вот такой йогурт. Я его просто обожаю. В последнее время ем только его. Там на фоне Василиса она пытается активно отрабатывать новые навыки, поэтому как бы звуковое сопровождение. Этот йогурт я просто теперь обожаю. Раньше я обожала Эпика с гранатом, ела только его. Теперь на смену Эпики пришёл вот этот Савушкин с миндалём и кокосом. Это невероятно вкусно. Кто ещё не пробовал, обязательно попробуйте. У них есть ещё с маком, и это просто разрыв вкусовых сосочков. Так что обязательно попробуйте. Да! В общем, Василиса поняла, как можно движать. И ей это так нравится. Просто не описать словами. Она таким образом вот, допустим, сейчас разговаривает с Каспером, который лежит напротив неё. Я в шоке. Каспер в шоке. Василиса довольна. Это самое главное. Каспер. Каспер. Василис, посмотри, что ты с котом не делала. Он испугался тебя ещё и отвернулся. Просто дичайшая, мне кажется, там жара. Потому что время было 8 утра, и было уже так жарко в квартире. У нас утром солнце светит в квартиру, и становится невыносимо душно и жарко, если не включать кондиционеры. Просто невозможно. Сегодня у нас 24 градуса, 25 в обед. Классно. Наконец-то мы дождались лет. Ой, я очень рада. Я сегодня хочу попробовать снять видео, вопрос-ответ, либо отвечая, не скрывая, на улице. Я вам уже рассказывала про свою неудачную попытку записать это дома. Но это было уже давно неправда, как говорится. Но я очень долго думала, в каком формате я хочу это сделать. И поняла, что я не хочу просто садиться на диван и просто отвечать на вопросы. Ну, как будто это немного скучно, что ли. Ну, не знаю, как объяснить, но хочется какой-то немножко динамики добавить. Не представляю, что из этого получится. Да, Василиса? Ну, надеюсь, что что-нибудь получится. Я уже заикнулась о том, что сегодня я иду на тренировку. Первую в своей жизни такую тренировку. В общем, я иду на тренировку пилатес. Пилатес микс называется. Там есть разные в моем тренажерном клубе тренировки по пилатесу. И вот сегодня я пойду на микс. Там есть еще мат, полностью на матах вроде. И еще какая-то корпус. Вот не знаю, мне просто по моей спине врач сказал, что для меня пилатес это очень-очень актуальная и классная тема. Будь здорова, правду говорю. А так как у меня в клубе есть такая возможность, то я вот решила пойти сходить попробовать. Вообще не знаю, что из этого получится. Как-то давным-давно я ходила на класс, на один урок йоги. И мне вообще не зашло. Но это было очень давно. И я уже даже особо не помню, почему конкретно мне не понравилось. Так что сегодня это первый раз. Надеюсь, что мне зайдет. И это улучшит вообще в принципе мою всю ситуацию со спиной. Уже гораздо все лучше. У меня уже ничего не болит. Но я ставлю уколы определенные, которые помогают держать стабильность ситуации под контролем. Пьют там всякие таблеточки для этого. Так что пока все супер. Но мне сказали, что тренировки обязательны. Несильная большая нагрузка. Продолжайте активно вести активный образ жизни. Это очень хорошо. Растягиваться. И вот попробуйте пиваться. Короче, не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Да. Посмотрим вместе с вами. Ну что, Василиса, ты еще кушаешь? Осталось тут чуть-чуть. Ты уверена, что не будешь? Ладно, тогда маму дай я свой йогурт. У тебя такое еще нельзя. Это такой прикол. Василиса поняла, что я что-то ем ртом. И она тоже что-то ест ртом. Но у меня что-то другое, а не ее бутылка. И ей так любопытно. Она так наблюдает за всем, что я ем. Ее прям это завораживает. Она иногда, порой даже просто рот открывает. Как будто я тоже ей сейчас что-то дам. Но нет. Так, пока мне наливается вторая чашка кофе, я вам хочу рассказать и показать новый ковер, который у нас появился для Василисы. Где она ползает, где мы чаще всего проводим наше бодрствование. Вот такой классный ковер у нас был раньше от этой же фирмы, которую мне подарила сестра. Он был более мягкий, и он не складывался, он просто сворачивался. Но из-за того, что мы его постоянно сворачивали, у него, короче, края все загнулись. И мы постоянно запинались об эти края, и стало просто уже опасно ходить с ребенком. И я поменяла на такую же фирму, только другой. И вот он складной. То есть он собирается вот в такой размер. Его можно спокойно убрать куда-нибудь, чтобы он не мешал там убираться, или когда кто-то приходит в гости. Супер удобно. И он такой радужный. Мне он так нравится. Он не всегда поднимает настроение. Он такой какой-то летний, яркий. Здоровский. Васильку тоже очень нравится. И она, кстати, на нем почему-то лучше переворачивается. Здесь немножко чуть-чуть другая поверхность. Вот. Ну, короче, да. У нас вот тут игрушки. И ее все сразу, сходу, чтобы ей что-то можно было дать. И еще очень классная штука. Это вот этот гамак. Мне его тоже сестра подогнала, в силу того, что он им сейчас не актуален уже. Вот. И мы вчера его достали. И это такая удобная вещь. Просто раньше у нас Василиса очень часто отдыхала в коконе, который идет до трех месяцев. И этот кокон у нас там, по большей части, уже стоял на коврике, то есть она могла... Будильник. То есть она могла ползать по ковру, ну, в смысле ползать, лежать, пытаться переворачиваться и так далее. Через какое-то время она уставала, ей хотелось на более мягкую поверхность, и мы ее клали в кокон. Сейчас она из кокона выросла, и мы его вообще уже убрали. И поняли, что, блин, чего-то не хватает. Хоть у нас есть шезлонг, который стулчик большой, который в будущем будет стульчиком для кормления и так далее, и еще это качеля, мы им пользуемся каждый день, но он высокий, и он не супер мягкий, и в положении шезлонга он не качается. Решили его достать и попробовать, посадили ее туда, и ей так понравилось, и она дрыгает ногами в нем, и за счет этого сама же себя качает, и он мягкий для нее, то есть вот так чисто сменить локацию, да, когда она особенно долго полежит на коврике, на полу, ей прям вообще очень нравится, и нам в том числе, так что, если вдруг меня кто-то смотрит, и кому это тоже все актуально, обратите внимание. Вот, я пошла собираться потихоньку на улицу, сушить волосы, чуть-чуть подкрашусь, вот, и уже скоро пойдем через час на улицу, у нас 10 часов, сегодня она проснулась в 9, мы пытались перейти на новый график и вставать рано, но мой врач сказал, что Алина, пусть ребенок спит столько, сколько он спит ночью, в итоге она у нас ночью спит до 9 утра почти, ну, чаще, очень часто так делает, последние два дня на выходные, как обычно, она встала, естественно, в 7, но на буднях она встает около 9, поэтому уже скоро она захочет спать, поэтому мне надо быстро сейчас собраться, вам заодно покажу средства, которыми я хотела с вами поделиться, которые мне очень сильно понравились за последнее время, а, и мой кофе готов, я, кстати, перешла, теперь я пью чистый кофе, без молока, не знаю, как-то я тут попробовала, и мне так понравилось, и решила, а зачем мне молоко, буду пить так, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok так, я уже собралась, у меня осталось совсем чуть-чуть кофе, Диселек еще пока мне дает маленький-маленький шанс вам рассказать про те уходовые продукты, пока мы недалеко от кассы тут собирались, одевались, я вам сразу покажу. Я недавно ходила к косметологу, который мне после чистки всех процедур порекомендовала тонер, который уже сразу в дисках, то есть это ватные диски, которые уже пропитаны лосьоном, и вы просто берете и протираете перед основным уходом после очищения лица. Это что-то типа пэдов, но не совсем то. Короче, выглядит это вот так от бренда Гидропептид, я ничего еще не пробовала от этого бренда, но мне так понравились вот эти диски с тоником, с лосьоном, что я думаю, что следующий уход, который я хочу попробовать, именно Гидропептид, серию, ну подберу что-то для себя, для своей кожи. Этот лосьон вообще для кожи, которая склонна к высыпаниям мелким. У меня была такая проблемка, поэтому, собственно, мне косметолог их порекомендовала, а еще они классно выравнивают тон кожи и придают сияние, я действительно это заметила, и это прям очень классно. Я их использую, она мне сказала их использовать на ночь перед сном, то есть очистить лицо, сделать, протереть этими дисками, потом нанести уход, лечь спать. Мне на ночь неудобно, я очень часто забываю, поэтому я делаю утром, после утреннего ухода, попользуюсь, и мне очень нравится этот эффект. Тут их еще очень-очень много, как бы вот, их действительно очень много, сами диски супер тонкие и очень надолго хватит. Короче, я в восторге, пахнет довольно-таки приятно. Все суперудобно, что тут сразу уже диски пропитаны лосьоном, потому что раньше я очень любила пользоваться лосьоном, в силу того, что надо было еще дополнительно куда-то бежать за диском, все это там намазываете. Ну, короче, это отнимало время, а это прям реально удобно. И второе средство, которое я очень хочу вам порекомендовать, это эмульсия для тела. Невероятно классная, аромат риса, цветов и трюфеля. Звучит странно, но это так вкусно, обалденный запах. Мне кажется, вот для себя вкуснее. Я пока ничего не пробовала, мне очень сильно нравится. Вот так это поближе выглядит. И в чем прикол этой эмульсии? Это действительно эмульсия, то есть когда мы наносим какой-то крем или лосьон, он через какое-то время высыхает, впитывается и все. Здесь это работает немножко иначе. И поначалу, когда вот первые разы я использовала, я думала, что, блин, мне не зайдет, я такое не очень люблю, но потом я поняла прикол. В общем, когда вы наносите эту эмульсию, то вы как бы чувствуете то, что у вас на коже что-то есть. Она не впитывается до конца. Она оставляет, ну я не хочу вас пугать, как бы, да, это оставляет небольшую пленку, но это вот не в том смысле, знаете, вот какая-то стянутость или неприятная жирность, да, или еще что-то вот, что хочется смыть себя. Нет, это очень какая-то деликатная вот верхняя, очень какой-то деликатный верхний слой, который дополнительно, да, увлажняет и помогает напитывать вашу кожу. В общем, мне очень сильно понравилось, и вот эта эмульсия мне, кстати, помогла хорошо увлажнить и напитать вот здесь вот кожу, потому что здесь она у меня очень сухая чаще всего. Ну и обычно не особо что сильно помогает, да, увлажняет, но ненадолго. А здесь прям хороший такой эффект, который видно спустя даже какое-то время. Вот, ну и аромат у этой эмульсии просто я в восторге, он шикарный. Я теперь очень хочу попробовать у этого бренда еще что-то Patient Beyond. Я ничего кроме этой эмульсии еще не пробовала, но думаю, что стоит еще что-то попробовать, но этот крем просто восторг. Обязательно буду его еще брать. Как мне нравятся эти очки. Так, ну что, я собралась, мы выходим. Не знаю, насколько у меня получится осуществить план, объяснить видео на улице, но буду стараться. Кажется, там просто течайшая жара, поэтому я в таком муслиновом костюме, надеюсь, что не старюсь. Погода просто шикардос. План у меня такой, укатать василька, чтобы она уснула, сидеть, быть на лавочке и попробовать записать видео. Ну, не знаю, сейчас будем пробовать. Ну, что у меня получилось записать видео вроде как. Ну, конечно, надо еще осмотреть все, но я шла все о том, что у меня опять ничего не получится, потому что какое-то вообще прекрасное было видео, с которым у меня реально не складывалось несколько раз. Но у меня вроде получилось. И, слушайте, я вам скажу, конечно, этот опыт не передать славу, когда ты ходишь по парку, где куча народа, сегодня прекрасная погода, с камерой, с коляской, что-то там еще вещаешь в микрофон. Конечно, интересующихся очень много. Это супер выход из зоны комфорта, но ничего, мне надо было снять видео, у меня не было других вариантов, поэтому я это сделала. Надеюсь, оно получится классным, и надеюсь, оно вам понравится. Вот, постаралась ответить искренне на все-все вопросы, которые мне поступили. Так что не знаю, когда выйдет это видео раньше-позже, но, короче, просто делюсь мнением, так как сегодня я веду влог своего дня. Вот такой вроде как успешный день получился. Мы уже едем обратно домой с Василисой, у нас час дня, сейчас придет массажист к Василисе делать массаж. Ну и пока будем дома бодрствовать, кушать, пить кофе и заниматься на коврике. Такие дела. Так, ну что, мы с Лопатуркой уже дома. Каспер. Сейчас будет массаж у нас прямо на столе. Вот здесь Василька, так сказать, разминают. А пока Василечка будет разминать, мама попьет кофеек, а потом мы с тобой покушаем, потом мы с тобой поиграем. Да? И опять спать? Да! Ты моя заяк. Блин, ну как ей нравится в этом гамаке. А когда нравится ей, то, естественно, нравится мне и всем окружающим. Вот. Каспер тоже не отходит. Всегда здесь, да всегда снями, бусик мой. Обед у меня сегодня скромный. Гречка, хлеб, сливочный сыр и беспроцепные на фоне. Итак, Василиса легла спать. У меня второй сон. Мы с ней уже позанимались тут всяким. Я победала. И вот сейчас буду, наверное, посмотрю материалы, которые удалось снять сегодня в парке. Возможно, их смонтирую. И буду собирать сумку в зал. Я так сказала, буду ее собирать три часа. Ну, в общем, скидаю все, что мне необходимо, потому что в шесть часов я уже поеду на тренировку. У нас сейчас три. Еще хотела с вами обсудить совместное чтение. Сейчас мы дочитываем книгу «Рассечение Стоуна». Мне безумно нравится эта история. Очень необычная книга. И я уверена, что по прочтению я эту книгу занесу в лучшие книги, вообще, которые я когда-либо читала. Потому что мне действительно книга очень нравится. Что там будет в финале, я пока не знаю. Но на этой неделе я уже дочитаю книгу. И как раз завершатся вторые совместные чтения, которые я проводила в Телеграме. Я делаю выводы такие, что, возможно, Телеграм-канал это не совсем удобная площадка для обсуждения. Именно для совместных чтений. Возможно, нужно создать просто чат, да, типа как книжный клуб, где мы будем как будто бы переписываться. Ну, в общем, в формате переписки, да, некий. В формате там постов и комментариев. Ну, вы поняли. Просто у меня нет опыта. Я никогда не участвовала в совместных чтениях. Так уж вышло. И решила вот сама их устраивать. Я была бы вам очень признательна, если бы вы поделились своим опытом, если кто-то из вас участвовал. С другими блогерами читали какие-то книги. Как это удобно, как это прикольно сделать. Возможно, создам чат. Сделаем читательский клуб наш. И там будем читать книги. При том, что я поняла, читать одну большую какую-то книгу, большой роман, это очень круто в совместных чтениях. Брать на месяц какую-то большую книгу читать. У тебя есть стимул, желание. Плюс обсуждение тебя тоже как-то мотивирует. И ты обращаешь много моментов на то, что ты бы не обратил внимания, читая один. Это круто. Читать в совместных чтениях большие книги. Но мне кажется, что можно ещё попробовать читать, например, какой-нибудь триллер. Там вот брать и за несколько дней буквально его прочитывать. И вот обсуждать в формате живого диалога в Телеграм-чате. Что вы думаете? Вообще нужно, такое не нужно? Интересно, неинтересно? Обязательно, пожалуйста, напишите. Вот. Ну, если интересно, то что-нибудь с вами придумаем, сделаем. И будем читать не только какую-нибудь книгу большую, но и брать какие-нибудь такие лёгкие, быстрые, динамичные книжки для обсуждения. Вообще, вот из того, что я на ближайшее время бы очень хотела прочитать, у меня лежит «Граф Монте-Кристо» незаконченный. Я его начинала читать в январе, перед самыми родами. Ну и после родов, конечно, как-то было не до этого, не до такой книги. И вот сейчас я хочу её дочитать, потому что мне очень нравилось то, что я тогда читала. И было бы, мне кажется, классно взять эту книгу на совместное чтение. Плюс у меня ещё есть два триллера, которые тоже мне суперинтересны. Вот про этот триллер вообще все говорят, что-то разрыв мозга какой-то. Можно было бы прочитать тоже вот в каком-то быстром формате, типа читаем триллер за неделю и обсуждать в чате, кто что думает. И ещё две книги, которые стоят у меня на полке, просто мозолит мне каждый раз глаза. Мне очень хочется их прочитать. Это «Аромат изгнания и доверие». Мне кажется, тоже две такие интересные книги, которые можно взять на совместное чтение. Как-то так. И чтобы не засорять канал в свой Телеграм, кто не участвует в совместных чтениях, чтобы там это всё не засорять, в общем, другим чат. Что вы думаете? Расскажите мне, пожалуйста, об этом. И, в общем, нужно это или нет. И там решим. Вот такие дела. Поэтому пойду посмотрю материальчики и буду потихонечку уже собираться в зал. Возможно, отдохну, пока Василёк спит. Может быть, даже вздремну с ней. А потом поедем в зал. Просто жизнь с котом. Это... Это боль. Вообще капец. Это не кот, а просто какой-то... Просто хулиган какой-то. Посмотрите, где он лежит. «Каспер, тебя ничего не смущает?» Вот пока я отвлекла и занялась чем-то, он незаметно лёг. Он ещё так сливается, сразу не заметишь. Хулиган. Итак, Василёк проснулся, проспала почти два часа, а я монтирую видео, которое я снимала сегодня в парке. И, боже, я так рада, что я это сделала, потому что классная картинка. Всё такое живое. Парк, птички, какой-то движ, там люди ходят. Мне очень, в общем, пока нравится. Надеюсь, что всё сложится супер. Я его сегодня домонтирую вечером. И вы его уже, скорее всего, видели, если смотрите этот блог. Вот. Так что я очень-очень рада. И сейчас я выпью кофеёчек. Сейчас уже придёт бабушка к осельку. Вот. И буду потихоньку собираться в зал. Я, как сегодня уже утром говорила, у меня первый в моей жизни урок Пилатеса, занятие. Вот. По совету врача. Ну, в принципе, я знала, что это должно быть прикольно, но, как-то, знаете, руки не доходили. Вот. И тут решила сходить попробовать, что это такое, с чём это едят. Понравится, мне не понравится. Очень надеюсь, что понравится. Потому что говорят, что Пилатеса действительно очень хорошо подтягивается телом. И, возможно, если получится, сейчас решим по времени, забегу в бассейн на буквально минут 20. Чисто так. Релакснуть перед сном. Вот. И уже поеду после этого домой. У нас будет купание с Васильком. Укладывается она в спать в 9. И после этого уже, наверное, буду садиться, доделать влог. И буду читать нашего прекрасного Стоуна Абрахам Вергезе. Мне всегда кажется, что я неправильно произношу его имя и фамилию, но вы поняли. Рассечение Стоуна. Это просто любовь. Обязательно мне напишите, как ваши впечатления, кто читал эту книгу. Я так соскучилась по вот таким книгам масштабным. Хотя мы в предыдущий раз читали Дону Тарт, но это вообще другое. Да. Вот даже Василиса согласна, что это вообще другое. Они очень отличаются. И, честно, мне вот эта книга гораздо больше нравится, чем Дон Тарт. Да простит меня Дон Тарт, но так оно есть. Всё. Я пошла делать кофе, собирать сумку и выезжать на первую свою тренировку по Пилата Соло. Ура! Купаешь ребёнку классные игрушки, а ребёнку нравится больше всего ленточка от торта. Так уж, идём. Прекрасно. Возвращаться к тренировкам. Сходить на тренировку после такого длительного перерыва это очень-очень мощно. Мне так понравился Пилатес, я не ожидала. Это, знаете, тренировка, которая направлена не только на какую-то физическую активность, оздоровление, но ещё и на полное вообще отключение мозга, потому что ты супер акцентируешь внимание на том, что ты делаешь. У тебя работает каждая часть, каждый сантиметр твоего тела, и тебе необходимо тщательно следить за тем, как ты делаешь и как ты дышишь, что у тебя не остаётся времени на какую-то фигню, о чём-то там думать и так далее. Ты полностью погружаешься в процесс, и ты очень сильно отдыхаешь за вот эту тренировку, а твое тело наполняется вообще силой, прорабатывается каждая, просто каждая мышца. Мне очень сильно понравилось, я буду продолжать обязательно ходить на Пилатес, я там нашла ещё купинет, Пилатес, который на таких, как тренажёрах, возможно, попробую туда ещё походить. Не знаю, я прям кайфанула, действительно. И на Пилатес, кстати, ходить лучше вечером, мне кажется. Хотя, ну, в общем, мне понравился вечерний вайп Пилатеса, вот, возможно, буду чередовать какие-то тренировки утром, какие-то вечером. Короче, я в исторге, естественно, я не могла, как обычно, ничего не забыть, в этот раз я забыла сланца, поэтому накинула прям на форму свою одежду, и поеду сейчас домой, уже там буду принимать ванны. Вот, всё, мне надо ехать домой, потому что уже через 40 минут в Селисе надо купаться и ложиться спать. мне тоже надо сходить в душ, привести себя в порядок. У нас прекрасная, тёплая погода, и вы не представляете какой это кайф выйти с тренировки, просто в чём вот ты тренировался, никакие не пуховики, ничего, можно даже волосы не сушить, это просто идеально. Ладно, поехали домой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, вот и день подошёл к концу, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, что вы приятно провели время со мной. Василёк уже спит, я приехала после тренировки, сходила в душ, перекусила, мы помыли Василька, покупали её и уложила, и вот сейчас села на свой качающийся трон, и думаю, ещё минут 30 помонтирую видео, которое сегодня снимала, и пойду спатеньки. Очень интересно, как у меня завтра отреагирует тело на тренировку, и безумно счастлива, что решилась попробовать новый вид спорта для себя, и открыла что-то новенькое, и теперь буду с удовольствием продолжать. Надеюсь, что у меня сложится с Пилатесом и пойдёт только на пользу. Ну, а я вам желаю прекрасного настроения, замечательных книг, отличной погоды. Спасибо ещё раз за просмотр, и увидимся в следующем видео. Всем пока!